Ну а сейчас о погоде. Погода в доме, как ни крути, но для благоприятного климата в семье теплыми должны быть не только отношения, но и батарея топления. Большую часть города светом и теплом обеспечивает ТЭЦ-2. Насколько этот важный объект готов в зиме, сегодня проверили представители Ростехнадзора. Сумно, жарко. По километрам труб перемещаются вода и газ. Котлы работают, турбины вращаются. И все это семь дней в неделю, 24 часа в сутки. ТЭЦ-2 работает, чтобы городу было тепло и светло. За два десятка лет оборудование здесь останавливали полностью только один раз для планового ремонта. Чтобы Чебоксарская теплоэлектроцентраль работала без перебоев и дальше руку на пульсе постоянно держит Ростехнадзор. В этот раз инспекторы проверяли готовность к отопительному сезону. Тепло в домах есть, в садиках есть, в больницах есть. Сфера социальная, сфера обслуживания просто-напросто как жителей. При этом, согласно действию законодательства, определенная процедура. Это как организационные вопросы, технические вопросы, это просто законодательные вопросы. Присутствие лицензии, присутствие страховых полюсов и в том числе и так далее. Сейчас на станции горячая пора, но готовиться к ней начали заранее. Фактически подготовка к зиме у нас начинается еще в марте месяце, когда еще не сошел снег, еще отопительный сезон продолжается. Значит, для чего это делается? Для того, чтобы своевременно отремонтировать оборудование, узнать его техническое состояние, провести своевременно закупки, получить материалы, значит, и своевременно сделать ремонты. Идти проверка будет еще несколько дней, но предварительный вердикт таков. К зиме готовы. Проводятся мероприятия организационные, технические, это состояние оборудования, это подготовка, аттестация персонала, специалистов, создание общего объема запаса резервов для ремонта. Это целенаправленное проведение мероприятий по антитеррористическим воздействиям. Комиссия оценивает ситуацию предварительно. Данная ТЭС-2 готова к прохождению отопительного сезона 2013-2014 года. Нарушения присутствовали, они выявлены, они по ходу работы комиссии устраняются, принимаются к сведению. В преддверии холодов комиссии работают и на других станциях и энергетических объектах. Главная задача обеспечить жителям республики теплую зимовку. В целом по республике идут плановые проверки, они не завершены. Паспорта готовности подписаны 34 организации, теплоснабжаемся из 54, из 54. При этом выявлены ряд нарушений свыше 120-127, скажем, приличено к ответствии 6 юридических лиц, 24 должностных лица. Работа продолжается. Я, как тот же житель, как тот же обыватель республики, надеюсь, что совместными усилиями Ростехнозора, Привозского управления, совместными усилиями глав администрации, совместными усилиями предприятий, надеемся, что катаклизмов в прохождении отопительного сезона в этом году не будет.